Чульманская станция Все эти годы верой и правдой служила на развитие Южной Якутии, золоторудных районов Алдана, а последние 30 лет – на угольный комплекс Нерингре. И сам город, и Нерингринская Гресс строились благодаря ее энергии. Когда-то на Чульманская станции трудилось около шести сотен человек. Теперь эта цифра сократилась втрое. Впрочем, изменились и задачи, стоящие перед коллективом. Столь большие мощности, как в пиковые периоды, уже не требовались. Станция вошла в состав Нерингринской Гресс и стала теплоэлектроцентралью, обеспечивающей чульманцев не только теплом, но и достойной работой. Быть энергетиком в Чульмане по-прежнему престижно. Трудовые династии, сложившиеся на предприятии – прямое тому подтверждение. Вот и директор Чульманской ТЭЦ Сергей Князев стал продолжателем дела своего отца – Вадима Князева, бывшего начальника ПТО. Ну а молодым специалистам есть на кого равняться. За более чем 40-летнюю историю станции здесь работало немало по-настоящему преданных своей профессии людей. Юрий Звягинцев, Анатолий Серегин, Вениамин Заусаев, Федор Зазыкин, Николай Каковкин, Галина Долина, Витас Алюлис, Юрий Рушаков, Ольга Сарафанова, Сергей Воеводин. Всех назвать трудно, да и не нужно. Главное – не забывать. Путь к нашему юбилею сегодняшнему начался в далекие 60-е годы. В 62-м году в добрых традициях энергетиков к 22 декабря своему профессиональному празднику Чульманская ТЭЦ дала первые киловатт-часы электроэнергии. В далеком поселке Чульман на юге Якутии заснеженной появилось предприятие, называемое Чульманская ТЭЦ. Она обеспечивала электроэнергией весь золотоносный район, Алданский тогда район. То есть все драги, все добывающие предприятия получали электроэнергию с Чульманской ТЭЦ. Она имела очень большое значение тогда для подъема всей экономики Якутии и являлась одним из самых мощных предприятий в Якутии. То есть электрических станций было достаточно на севере где-то Якутии, но они все были маломощные. Чульманская ТЭЦ – это была самая крупнейшая станция в Якутии. Даже в школьных учебниках на картах электроэнергии Советского Союза Чульман был обозначен значком всегда. Поздравить коллектив чульманских энергетиков с юбилейным киловаттом приехали директор Нерингринской ГРЭС Олег Тарасов и председатель профсоюза Константин Фаткулин. Они вручили своим коллегам памятные знаки об этом событии. И, конечно, цветы. Директор оставил в вахтовом журнале памятную запись. 10 миллиардов – всего-навсего мгновение. Время не замерло, работа энергетиков не остановилась, а значит, киловатты спешат дальше. Впереди новые рубежи. Чульманским энергетикам они по плечу. О важности Нерингринской ГРЭС для города и поселков района говорить не приходится. При этом она остается одной из самых современных тепловых станций не только на Дальнем Востоке, но и во всей России, несмотря на то, что построена она была более 20 лет назад. И все-таки время дает о себе знать. Оборудование стареет, выходит из строя, нуждается в грамотном обслуживании, постоянном контроле и ремонте. К элементарному износу следует добавить необходимость внедрения современных механизмов и агрегатов. Новое время диктует новые правила для подобного производства. И оно должно быть прежде всего высокотехнологичным и безопасным с точки зрения экологии. Реконструкция первого энергоблока планировалась еще на заре перестройки. Но события, произошедшие в жизни страны, не позволили осуществить задуманное. К столь необходимым и важным для станции работам вернулись в этом году. Теперь проект реконструкции разрабатывает Ленинградский металлический завод. Одно из старейших предприятий нашей страны, турбины которого работают в России, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Согласованием всей технической документации занимается плановый экономический отдел Нерингринской ГРЭС, возглавляет который Александр Цыганенко. На Нерингринской ГРЭС в настоящее время у нас установлены и работают три энергоблока. Так как оборудование у нас уже отработало 20 лет, оно требует постоянного ремонта и реконструкции. Наши ближайшие планы – это реконструкция первого энергоблока. Хотя эта реконструкция была задумана еще до перестройки, но перестройка внесла свои коррективы и немного отсрочила эту реконструкцию. Данная реконструкция приведет к более надежному теплоснабжению города и также снижению выбросов от водогрейной котельной города или Серебряного гора. Реконструкция позволит выполнить отбор пара от первого энергоблока для подогрева сетевой воды, что существенно снизит расход топлива на выработку тепла и уменьшит время работы водогрейных котлов. А это, в свою очередь, сократит количество выбросов через дымовую трубу в атмосферу. Подготовительные работы будут завершены в этом году. Детский сад «Энергетик» названием своим обязан месторасположению. Сторожи наверняка помнят квартал А как квартал энергетиков и энергостроителей. Конечно, теперь все изменилось. Но, несмотря на то, что из общего числа воспитанников детского сада всего 30% – дети и внуки работников Нерюнгринской ГРЭС, шефство энергетиков над ним не прекращалось никогда. Помощь в организации летнего здравительного отдыха, приобретение спортивного инвентаря, проведение праздников, подписка на детские журналы, экскурсии на предприятия, где работают родители детей, посещающих сад. Теперь же стараниями энергетиков на земле Якутской и без того богатой стало одним водоемом больше. Будем надеяться, что вам понравится, что вы будете здоровыми, что вы будете чемпионами, что вы все будете отлично плавать, и у вас все будет получаться. Я надеюсь, что вы будете самыми лучшими детьми нашего города. Кто же станет спорить с тем, что для любого детского сада, особенно на севере, плавательный бассейн не роскошь, а очевидная необходимость. И такой бассейн в детском саду «Энергетик» изначально был построен. Некоторое время даже работал, но последние 4 года простаивал из-за плохой гидроизоляции, изношенной системы водоснабжения. В течение всего времени, по мере сил и возможностей, станция выделяла средства на его восстановление. Все понимали, что детям такой бассейн действительно нужен. И практически за один прошедший год удалось активизировать ремонтные работы, требующие серьезных капиталовложений, и закончить ремонт. Без преувеличения торжественное открытие бассейна состоялось 2 февраля. Серьезные дети, осознавшие важность момента, напротив, несерьезные, но очаровательные русалки, заботливый персонал детского сада и, конечно, гости. Представители Нерюнгринской ГРЭС, Нерюнгреэнергоремонт, фирмы «МИК». Заведующая сада Наталья Валентиновна Радченко особо просила поблагодарить за помощь Виталия Коломеец, Людмилу Корчагину, Игоря Гончарова, Алексея Герасимова, Виктора Богданова, Владимира Гончарова и директора станции Олега Тарасова. Сам Олег Владимирович заметил, что считает отремонтированный бассейн не подарком, а возвратом долго. Но суть это не меняет. Сделано хорошее, большое дело. Теперь детишки, начиная с трех лет, смогут заниматься плаванием круглый год. Инструктор Наталья Кирсанова им в этом поможет. Дабы не смущать ребят, только начинающих осваивать водную стихию и приобретать первые навыки, взрослые удалились. Их ожидала обзорная экскурсия по спальным и игровым комнатам сада. А поскольку многие из гостей сами, родители, бабушки и дедушки, в их вопросах и замечаниях чувствовался воспитательский опыт и изоркий взгляд явно не дилетанта. Они интересовались буквально всем и обращали внимание на бытовые мелочи. Что касается наступившего года, то энергетики фронт работы себе уже наметили. Нужно благоустроить летние игровые площадки, восстановить и покрасить малые формы. Все лучшее по-прежнему детям. В первую очередь, Олег Владимирович, вам большое спасибо за заботу, за терпение, за то, что вы нашли деньги, за то, что у вас было желание, но не пропадало. Помашите ручками, ребят, тогда... Папа, дядя!